Звучит музыка Звучит музыка Дорогие братья и сестры, начиная сегодняшнюю торжественную службу, мы в ясли положили младенца Иисуса. В Евангелии от Луки говорится, что Пресвятая Дева Мария, родив своего сына, она положила его в ясли, так как не было для них места в гостинице. Вспоминая это событие, мы благословляем эти ясли, фигурку младенца Иисуса. Помолимся. Святой Отче, Ты так возлюбил мир, что послал нам Иисуса, возлюбленного Твоего Сына, рожденного Девой Марией, чтобы нас привести к Тебе. Пусть по Твоему благословению. Эта фигурка младенца Иисуса, Рождество которого мы отмечаем, будет знаком Его присутствия и Твоей любви. Благой Отче, открой наши сердца, чтобы мы сумели принять Иисуса Христа с радостью и видеть Его во всех, которые нуждаются в нашей любви. Тебе слава и честь во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня в этот праздник, начиная праздновать праздник Рождества Христового, Мессу на Вечерие, мы начинаем словами из книги Исхода. Сегодня вы узнаете, что Господь придет и спасет нас, и утром увидите Его славу. Сегодня, в этот праздничный день, мы такой особенный образ, этот праздник празднуем, потому что в связи с разными ограничениями этот праздник для многих будет праздноваться только дома, участвуя в трансляциях Святой Мессы, будучи дома. Но, несмотря на эту ситуацию, пусть никто не отбирает у нас радость Рождества Христового, что действительно наш Господь Иисус Христос приходит в этот мир, чтобы искать каждого из нас, чтобы соединиться с нами, чтобы быть Богом Эммануил. Это значит Бог с нами. Поэтому пусть сегодняшняя служба будет Мессой благодарности Господу Богу за Его любовь и за самый великий дар, который Господь дает человечеству. Это дар Его Сына Иисуса Христа. Теперь станем вестины перед Господом Богом, осознавая нашу грешность и слабость, нашу нужду за спасением, которое приносит нам Иисус Христос. Исповедую перед Богом Всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслю, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя величайшая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Буду вечно петь. Милосей Господний, Буду вечно петь. Я поставил завет с избраном моим, Клялся Давиду рабу моему. Навек утвержу себя Твое, В рот и рот устрою пресно Твой. Милосей Господний, Буду вечно петь. Блажен народ, знающий трубный слов, Они ходят во свете лица Твоего, Господи. А имени Твоем радуют совисти, И правдою Твоею возносятся. Милосей Господний, Буду вечно петь. Он будет звать меня, Ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. Вовек сохранюю милость мою, И завет мой с Ним будет верен. Милосей Господний, Буду вечно петь. Чтение деяний святых апостолов. Когда Павел прибыл в Антиохию Песидийскую, Встав в синагоги и, дав знак рукою, сказал, Мужи израильтяне и боящиеся Бога, Послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших И возвысил сей народ во время пребывания В земле египетской, И мышцу вознесенную вывел их из нее, Поставил им царем Давида, О котором и сказал, свидетельствуя, Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, Который исполнит все хотения мои. И за его то потомство Бог по обетованию Воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение и покаяние всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, За кого почитаете меня, я не тот, Но вот идет за мною, У Которого я не достоин Развязать обувь на ногах. Слово Божие. Аллилуйя, 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 Завтра будет сорта несправедливость земли, и Спаситель мира будет господствовать над нами. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Завтра будет сорта несправедливость земли, матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ей, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, всеангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену Твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, дабы сбылись сказанное Господом через пророка, который говорит, «Сидево во чреве, приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, а он нарек ему имя Иисус». «Слово Господне! Слава Тебе, Христе!» Дорогие братья и сестры, сегодняшний праздник Рождества Христового имеет свой контекст. Каждый год этот праздник переживаем по-другому, но этот год особенно с тем, что есть действительно много трудностей, ограничений, но никто не мешает, чтобы этот праздник праздновать в своей семье. И, как многие из вас уже знаете, что Папа Франциск этот год, этот конец этого года и весь следующий год провозгласил юбилейным годом, годом, посвященному святому Иосифу. Это в связи с тем, что Папа Блаженный Пи IX 150 лет назад святого Иосифа провозгласил покровителем церкви, защитником церкви. И в связи с этой датой провозглашен в церкви год юбилея. И потому хотелось бы, чтобы сегодня несколько слов услышать, рассказать о святом Иосифе. Святой Иосиф в церкви является тоже покровителем мужей и отцов, и является примером мужества и примером отцовства. И многие из нас, которые слышали этот фрагмент из Евангелия, знаете, что когда ангел Господень приходит к Иосифу во сне, то Иосифу в то время было около 20 лет, а Марии было только 14. Совсем молодые люди, через которых Бог желает в мире совершать великие дела. И святой Иосиф, он был плотником, был очень простым человеком. Их семья была довольно бедная. Но очень важно увидеть то, что Иосиф был тот, который своему сыну передавал веру. Потому что всегда в еврейской культуре было так, что отец был тот, который отвечал за воспитание религиозное своих детей. И когда евреи праздновали Пасху, то всегда в Пасхе был такой ритуал, до сегодняшнего дня, он еще есть в еврейской культуре, что самый младший из членов семьи задает самому старшему мужчине вопрос, почему мы сегодня здесь, почему мы не спим, почему мы... что мы празднуем. И тогда Иосиф тоже своему сыну объяснял этой истинной веры. Истинной веры, которая и касается действия Бога в истории человечества, но также, что Бог сделал в моей жизни. Потому что не хватает только рассказать о прошлом, что Бог когда-то делал. Но важно тоже услышать, что Бог делает сегодня в моей жизни. И вот сегодня, празднуя этот праздник Рождества Христового, всегда в храмах и в наших домах есть сделана вифлеемка, и Иисус положен в яслях. И знаете, что эта традиция, она исходит из XIII века от святого Франциска, который в Гречио первый раз сделал вифлеемку. И эта вифлеемка стала так популярна и такой хороший способ евангелизации, что эта традиция длится уже восемь веков и дошла до сегодняшнего дня. Это традиция делать вифлеемки. И это не просто такая красивая традиция, но, как мы тоже хорошо знаем, что она развивалась в истории церкви благодаря семье, потому что семья делала вифлеемки в своих домах, и тогда свои родители вместе с детьми могли, делая эту вифлеемку, передавать истины веры, рассказывать о событии Рождества Христового. И хотелось бы тоже сегодня подчеркнуть, насколько важно в нашей тоже ежедневной жизни катехеза, которую мы получаем в наших семьях. Что хотелось бы обратиться к вам, родителям, и сказать, что никто не может заместить вас в том, чтобы передать веру вашим детям, потому что вы являетесь самыми лучшими учителями для них. Никто другой, ни один учитель, ни один священник, ни Папа Римский, ни епископ не может заступить вас, не может вместо вас исполнить эту задачу учителя веры. Вы знаете, когда в Евросоюзе в 18-м и в 19-м году, год и два года назад, делались опросы, что для тебя значит Рождество Христовое. И этот опрос был делан среди молодежи, то 38% молодых людей сказали, что это религиозный праздник, но 74% молодых людей сказали, что это семейный праздник, что это праздник, который празднуется в семье, Рождество Христовое. 74%. И что это означает, эти статистики, что, может, многие не придут в церковь, может, многие через телевидение или через Фейсбук не посмотрят Рождественскую Мессу, но они придут домой, чтобы вместе с вами сесть за один стол. И вот это есть место, где можно время, когда можно передавать ценности, которыми мы сами живем. эти традиции, в которых мы сами воспитаны, и чтобы их передать дальше следующим поколениям. Также в этом вопросе был задан другой вопрос, когда ты ищешь ценности, важные для тебя, то где ты это делаешь? Где ты ищешь ценности, важные для тебя? И тоже в этом опросе многие думают, что молодежь ценности ищет только в интернете, но ответ насчет интернета было только 21% ответили, что да, в интернете ищут ценности, важные для их жизни. На 1% только больше сказали, что ищут в религии, 22%, но 81% сказали, что в семье они ищут ценности, важные для своей жизни. Что это означает? Означает то, что ваши дети будут к вам приходить и спрашивать, что в жизни хорошо, а что плохо, что нужно делать, а чего нужно избегать. И здесь очень подчеркана именно ценность семьи, насколько семья важна в том, чтобы передать веру. Мы тоже знаем из нашей воскресной школы, не буду говорить статистики, но тоже, как часто есть, что дети весь учебный год, каждое воскресенье приходят в храм, чтобы на воскресную школу, чтобы слушать катехезы, и с такими тоже сияющими глазами слушают эти правды, потому что им это интересно, и они познают эти правды. Но потом очень часто бывает так, что почему они перестают ходить в храм, почему перестают молиться, потому что не видят этого примера в своих родителях. Потому что родители, если этого не делают, то дети тоже этого делать не будут. Хотя пусть самый лучший учитель объяснит эти правды. Где-то эти правды, конечно, останутся в душе этого ребенка, но все-таки, чтобы практиковать веру, важно делать это вместе. Вчера тоже в интервью говорил о том, что недавно читал интервью о том, что один папа воспитал пятерых сыновей, воспитал их в духу христианским, воспитал хорошими людьми, и журналист задал вопрос, говорит, как вам так получилось, какой есть секрет вашего воспитания? И он ответил очень просто. Он говорит, я никогда не говорил детям, делай то и то. Мы всегда все делали вместе. Я не говорил, иди, что тебе нужно молиться, или нужно идти в церковь. Мы это все делали вместе. Мы вместе молились, мы вместе шли в церковь. И потому тоже легко это все передать, воспитать, когда делаем это вместе. Можно вспомнить одного из святых. Это святой Томас Мор, который жил в 16 веке, и в Англии он был канцлер царства Англии, второй человек после царя. И когда царь, Хенрик VIII, хотел развестись своей женою, но Ватикан не дал ему разрешения разводиться, то он созлился на Ватикан и говорит, что мне не нужен Папа Римский, мне не нужна католическая церковь, я создам свою церковь. И он поставил себя главой церкви, церкви. И многие люди, которые хотели жить, продолжать жить в Англии, то они должны были согласиться и принять такое решение, что они согласны с тем, что король Англии становится главой церкви. Но Томас Мор, он был канцлер, и он сказал, нет, я этого делать не буду. И его арестовали, и долгое время он находился в заключении. Вся его семья сделала это решение все-таки, что нужно узнать Хенрика VIII главой церковью. Но Том этого не сделал. И он находился долгие годы в заключении, потом его казнили, отрубили ему голову. И к нему в тюрьму очень часто приходила его дочь. Дочь, которую он очень любил, ее имя Молгожата, она приходила к своему папу, чтобы его навещать. И очень часто она возвращалась к этому, что папа, давай ты согласись тоже, сделай так, чтобы ты мог жить, чтобы ты мог бы быть с нами. И она уговаривала его на разные способы, что даже потом он говорит на нее, ты поступаешь как Ева. Она сама согрешила и Адама ввела в грех. Ты моя Ева, которая все время меня соблазняет. Но говорит, у меня есть своя совесть, у тебя своя. Он не упрекал ее, что она согласилась сделать этот шаг. Но он говорит, я хочу остаться верен своей совести. И это длилось несколько лет. У них очень были тесные отношения у него с дочерью, потому что он был тот, который был очень образованным человеком, учил своей дочери и читать, и писать, и многие другие ценности жизни учил. И потом приходит момент, когда приближается день его казни. И в последнем письме, потому что эти письма, они сохранились до сегодняшнего дня, в последнем письме своему отцу дочь пишет, что я молю Господа благодать, чтобы я могла бы в своей жизни следовать твоему примеру. Твоему примеру. Смотрите, он никогда ее не упрекал за то, что она сделала, но он своим примером своей жизни остался верен своей совести. И дочь говорит, что я молю Бога, чтобы и Бог дал мне такую силу, чтобы я могла бы поступить так, как поступал ты. И когда перед уже своей смертью, то он, обращаясь к людям, которые собрались на этот момент казни, он говорил, что люди, молитесь за меня, чтобы я до конца остался верен католической церкви. И я молюсь также за царя, чтобы он поменял свое решение. Но царь не поменял, или король не поменял своего решения. Хенрик VIII создал англиканскую церковь, которой главой до сегодняшнего дня есть король или королева Англии. Но это уже другая история. Но здесь хотелось бы подчеркнуть именно это мужество святого Тома, который остался верен до конца и своим примером также мог вдохновлять других, чтобы остаться верным своему, своей совести. И также пример, он всегда очень позитивно влияет на наших близких, потому что если мы в чем-то убеждены, исповедуем свою веру, то мы можем также этот пример указать нашим самым близким. Потому что мы тоже будем помнить о том, что этот праздник, он действительно очень семейный праздник, но семейный праздник для того, чтобы все эти ценности, во что мы верим, эти истины веры, чтобы тоже передавать следующим поколениям. Потому что мы веру сами приняли, чтобы веру передать следующим поколениям. Что мы сегодня здесь в церкви, или мы верующие люди, потому что когда-то и наши родители нам эту веру передали. Но всегда есть этот вопрос, что будет за 10, за 20 лет, будут ли в церкви люди. Это уже зависит от нас, насколько мы сумеем веру передать следующим поколениям. И хотелось бы еще обратить внимание на то, что Слово Божие нас призывает именно к тому, чтобы и в этот праздник, чтобы Иисус говорит «Придите ко мне». Что Иисус призывает нас, чтобы мы приблизились к Нему, чтобы мы пришли к Нему. Прийти к Нему – это значит Иисуса принять в своей жизни. И человек, который принимает в своей жизни Иисуса, он не сидит или не стоит на одном месте. Что он должен идти этим путем веры. Потому что вера – это путь. Это путь, который нас ведет также к Царству Божьему, к жизни вечной. Потому прийти к Иисусу – это тоже значит, чтобы если человек будет стоять на месте, то он ничего не будет понимать в своей духовной жизни. Но если он будет следовать за примером Иисуса, идти этим путем веры, то у него будет Бог давать прозрение, начинать понимать свою жизнь и многие факты нашей жизни. Так как Иосиф, он поступил так, как велел ангел, он принял Марию и младенца, он это сделал, да, он принял ее. И так как ему во сне было явлено, что все это, что происходит с тобою, для того, чтобы исполнилось то, что Бог говорил через пророк. И что дало силу святому Иосифу так поступать? Это то, что ему было объяснено, что все это происходит не просто так в твоей жизни, но для того, чтобы исполнилось Слово Божие в твоей жизни. И тогда, хотя обстоятельства не поменялись, но поменялся Иосиф. Он понял свою миссию, он понял, что ему нужно делать. Что Слово Божие дало ему свет на его жизнь, помогло понять волю Божию в его жизни. И тогда, когда он понял волю Божию, то он мужественно мог исполнять тоже свою задачу. Потом Иисус говорит, что те, которые приходите ко мне, возьмите иго мое на себя. Принять иго, это значит тоже принять трудности своей жизни, принять крест своей жизни. Потому что у каждого из нас есть какие-то трудности, страдания в жизни. Но когда мы принимаем эти трудности, то Бог дает нам тоже силу, чтобы эти трудности преодолеть. И также Иисус говорит, научитесь от Меня, что Он является примером, какие должны быть у нас отношения с Богом. Иисус Сам, когда обращается к Богу, говорит Слово Отче, что у Него отношения с Богом, как между Сыном и Отцом. Это отношения, которым Господь Бог призывает и каждого из нас, чтобы мы стали учениками Иисуса. Что самое лучшее, что мы можем сделать по отношению к Богу, это быть Его учениками, учиться от Иисуса, учиться смирения, любви, учиться веры, учиться отношения к Господу Богу. Потому что уже сегодня в этот праздник просим у Господа Бога благодать для каждого из нас, чтобы мы не боялись прийти к Иисусу и действительно в ежедневной жизни быть Его учениками, чтобы самим жить верою и эту веру передавать следующим поколениям. Амин. Верую в единого Бога, Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца Рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Свет от Света, Бога Истинного от Бога Истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии и Тебе, и ставшего человеком, распятого за нас припонции и пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и Царству его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который вещал через пророков, и во единую Святую Вселенскую Апостольскую Церковь, исповедую единое крещение в отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Господи, в тайне Рождества Ты приносишь утешение Своей Церкви, наполни ее изобилием Твоих даров и приведи к ней все народы. Болим Тебя, услышь нас, Господи. Ангел Твой возвестил радость миру, не спошли людям благоволение и отверзи сердца их вестью о спасении. Болим Тебя, услышь нас, Господи. Боже, Сын Твой родился в бедной пещере, исполни духовной радостью всеми оставленных, спаси и сохрани их Твоей благодатью. Болим Тебя, услышь нас, Господи. Господи, Тебе негде было голову преклонить. Возри на нищих, бездомных и презираемых и даруй им свое утешение. Болим Тебя, услышь нас, Господи. Царь неба и земли, Ты послал ангелов, чтобы они возвещали людям мир. Сохрани нас в Твоем благоволении и соделай нас орудиями Твоего спасения. Помолимся за умерших с наших семей, с наших приходов, за святой памяти Марию и Стефанию. Просим для них о жизнь вечную в Царстве Божьем. Помолимся в интенции всех больных. У многих из нас тоже есть знакомые, которые болеют ковидом, коронавирусом. Просим для них о здравии души и тела. Молим Тебя, услышь нас, Господи. Милосердный Боже, Твоя любовь вечна и благодать неизмерима. Услышь молитвы наши и позволь нам всегда пребывать в Твоей благодати через Христа, Господа нашего. Аминь. Божьим обладнемся, славим Рождество, в песнях величая наше Тожество. Будем петь, младенца, с радостью великой, И тебя, Мария, жди весь род родской. Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примит Господь эту жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой. Господи, помоги нам с большой готовностью служить Тебе, Придавая величие Твое, в котором Ты явил начало нашего искупления через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с Вами и со Духом Твоим вознесем сердца, возносим к Господу, Возблагодарим Господа Бога нашего, достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи Отче Святой, Всемогущий и Вечный Божий. Ибо тайною воплощенного Слова новый свет Твоей славы воссиял перед духовым нашим взором, чтобы в зримом образе, постигая Бога, мы возрастали для опознания незримого. Поэтому с ангелами и архангелами, с престолами и господствами, и со всеми небесными воинствами мы песнь славы Твоей воспеваем, непрестанно взывая. Слова Твоей Слова Твоей Слова Твоей Слова Твоей Слова Твоей Слова Твоей Воистину, Святый Господи, Источник всякой святости. Поэтому мы стоим перед Тобою и в общении со всею Церковью празднуем Святую Ночь, когда Пречистая Дева Мария даровала миру Спасителя. Ради Него просим Тебя, Всемогущий Божий. Освяти эти дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на страдания взял хлеб и тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря, «Примите и вкусите от Него все, ибо это есть тело Мое, которое за вас будет преданно». Подобным образом после вечери, взяв чашу и вновь вознося тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря, «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, Нового и Вечного Завета, которая за вас и за многих прольется в отпущение грехов. Это совершайте в память обо Мне». Велика тайна веры! Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, вспоминая смерть и воскресение Его, тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять перед Тобою и служить Тебе. Смиренно молим, чтобы, причащаясь к телу и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле. Садела ее совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Янисом и всем духовенством. Помни также усопших братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, и прими их свет лица Твоего. Всех нас помилуй и удостой нас участия в вечной жизни, вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, со святым Иосифом, ей обручником, со святыми апостолами и всеми святыми, от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя, через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу, Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, Всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Сын Божий стал человеком, чтобы мы могли стать детьми Божьими, поэтому с благодарностью дерзаем взывать. Пусть он наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш, но сущный, дай нам на сетель, и прости нам, дали наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от зла. Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее. Ты живущий и царствующий во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет со всеми вами и со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Явится слава Господня и увидит всякая плоть спасения Бога нашего. Субтитры подогнал «Симон» Искупитель наш, Искупитель наш. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аминь 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 Аминь